всем привет продолжаем изучать spring сегодня рассмотрим оставшиеся три крут операции для работы в html то есть мы до этого до этого до этого рассматривали крут операции относительно rest rest сервиса то есть мы предоставляли некоторые услуги для работы с букой с нашей простой моделью букой сегодня мы сделаем то же самое но 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 с html 1 сервис он как правило подразумевает связь связь с single page application или с другим сервисом то есть мы берем и и декаплим декаплим делаем слабую связь но иногда бывает удобнее если у вас допустим небольшой сайт то организовать все это дело единым монолитом и тогда нам нужен нам нужен какой-то юзер интерфейс вот этим юзер интерфейсом мы сегодня и займемся метод метод идем наш контроллер мы 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 пока разобрали разобрали метод get то есть у нас возвращает весь список весь список и метод посыл мы отобразили на одной странице на одной странице теперь что нам нужно нам нужны метод нам нужен метод шоу он же get апдейт он же put можно сказать и нам нужен метод делит сперва мы разберем метод делит и шоу они идентичны по сути дела будут и отдельно рассмотрим апдейт апдейт он по сути дела копия метода пост то есть мы будем передавать снова снова буку 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 и сохранять ее так что да вот такие дела поехали начнем что нам нужно давайте начнем с индекса с нашего индекса нам здесь я хочу водить добавить три поля которые будут соответствующие ссылки и нет шоу и интеллект так что да здесь я теперь вот наши наши столбцы и теперь в них нужно создать соответствующие ссылки ссылки у нас так это а этим пользоваться мы не будем мы будем пользоваться таймлифом таймлиф пишем нам нужна ссылка и вот таким образом мы записываем ссылки так название у нас здесь будет шоу 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 ммм здесь нужно сформировать строку ммм особым образом здесь нам нужно сформировать строку и плюс команда команда будет шоу здесь команда будет edit здесь команда будет delete то есть вот этот мы таким образом формируем строчное значение к сожалению к сожалению нельзя просто вот так вот записать потому что потому что не прочитается нам нужно разделить нам нужно разделить нам нужно разделить итак здесь у нас будет edit edit и здесь у нас будет delete вот наши ссылки теперь 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 нам нужно создать экшены нам нужно создать экшены так что идем в наш контроллер и начинаем штамповать наши экшены. Сперва мы штампуем, штампуем, штампуем шоу. Забыл здесь указать. Шоу. И паблик снова, стринг. Шоу. Бай. Ид. Так. Здесь мы снова используем аннотацию пафф. Пафф. Париабл. А нам прописываем, что это у нас ID. И пишем, что это будет лонг. 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 И здесь нам нужна еще будет модель, чтобы отобразить все это на на наших страницах, на нашем шаблоне. Или по-другому еще можно сказать на наших темплейтах. Так. Теперь нам нужен пук репозиторий и из него нам нужно find, 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 find by ID. Как мы видим это по-другому тип будет optional. Значит, find by ID передаем ID. Сразу сделаем вот таким вот образом. короче, если существует, то мы должны следующее сделать. Мы мы return show. Темплейта show еще не существует, но мы сейчас его создадим. тем временем мы добавляем get мы добавляем в модель модель мы заполняем объект модель нужными нам данными return show. А если книжки такого не оказалось, то мы поступим просто мы снова передаем модель, но с пустыми данными. Мы просто передаем пустую книжку. По идее нужно это как-то пофиксить например страничкой что такого ресурса не существует, но мы сделаем по-простому. Теперь идем в темплейты и создадим наш темплейт show. Вот наш темплейт show. Темплейт show очень очень похож на очень очень похож на индекс. только мы здесь отображаем мы здесь отображаем так alt enter нужно нажать чтобы подключить библиотеки здесь мы отображаем одну книжку то есть никакого здесь for each нам не нужно мы просто отображаем книжку и так же табличным способом отобразим и здесь я напишу your book your book ok your book и вроде как все все готово давайте проверим давайте проверим да по идее все работает давайте проверим так вот наша страничка вот наши ссылки ой как все плохо опять как все плохо опять ссылки кривые смотрите внизу так надо это сейчас пофиксить надо это пофиксить идем и фиксим идем и фиксим то есть здесь то я указал что это строчка а тут я не указал что это строчка так что окей и вроде как сейчас должно быть все хорошо так теперь ссылки отображаются корректно что мы можем видеть в левом нижнем углу а не та не та странная надпись но вот эти ссылки у нас пока не работают у них нет экшенов а здесь и есть поэтому можем вот наше представление your book your book your book или например кладжура вот наш наш your book забыл подключить сюда эту библиотеку а то как-то она не красиво не красиво не красиво теперь давайте займемся экшеном delete потому что он достаточно простой delete delete сейчас скопируем это все и подправим все у нас смотрим во первых у нас выреагирует по пути id delete модель здесь нам не нужна удаляем потому что мы никакие данные передавать не будем все это мы удаляем после того как action будет отрабатывать отработает мы перенаправим его на главную страницу и перед тем как перенаправить нам нужно delete нам нужно удалить удалить книжку вот таким образом все все весь delete у нас готов можно протестировать дальше даже давайте давайте протестируем вот наша страничка и давайте удаляем эликсир вау исчезла скалы тоже не стало и java не стало отлично теперь у нас есть наш нашел 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 и у нас есть delete отлично теперь осталась последняя последняя операция последняя операция это у нас edit под нее мы создадим отдельный template этот template этот template у нас очень сильно будет похож на вот эту часть так берем и копируем здесь мы будем реагировать по 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 как я говорил метод метод апдейт очень 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 похож на метод метод create мы также будем передавать весь объект с данными так здесь нам нужен нам нужно прочитать у метода book id здесь мы будем передавать book method post параметры те же самые вот этот reset мы удалим исправим название кнопки на edit edit book ага и здесь мы здесь добавим более явно укажем что мы находимся на странице edit book так страничка то есть action book бла 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 то есть мы вот на эту страницу передадим объект который мы хотим апдейтить с помощью этого объекта заполнится вот эти поля автоматически author и name но мы их отобразим в импуте соответственно мы их сможем исправить и потом используя нашу нашу кнопку submit просто отправим вот эту форму форму в виде объекта на сервер теперь наш последний шаг нам нужно создать нам нужно создать action вот action 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 то есть вот это нам нужно сделать нам нам нужно реализовать еще один постмаппинг постмаппинг но 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 постмаппинг ага постмаппинг с айди постмаппинг с айди здесь кстати странное название что давайте я исправлю делид делид байди так и этот метод у нас апдейт апдейт блок здесь мы берем path.preable.long.id и получаем какую-то книжку через method.post. Но в этой книжке, там, а, кстати, давайте проверим. Давайте проверим. Давайте проверим. Давайте проверим. Значит, пишу я south. Book. Не знаю, что произойдет. Хочу проверить, эта бука идет вместе, вместе с ID или все же без ID. То есть, сохраняется ID или нет. Тоже мне, тоже мне умник. Забыл, забыл, забыл. Вот у меня ошибка. Я забыл action, который перенаправляет и заполняет edit-страничку. Edit-страничка. Так что. Edit-страничка очень похожа на страничку show. Поэтому мы просто копируем и изменяем тут. Нам нужен ID, нам нужна модель. Также передаем. Только мы все это теперь отправляем на страничку edit. Edit. Так. Edit. Edit form. И вроде как. Вроде как. Ага. И здесь надо еще модель брать. А нет. Модель нам нужна, чтобы передать объект. Все правильно. Рестартуем. Надеюсь, сейчас все окей. И цель у нас та же самая. Узнать через метод пост. И как мы видим, как мы видим, так вот я протестил. Сейчас еще раз покажу. Например, я хочу исправить, хочу исправить эликсир. Исправлю вот его на эликсир in action. То есть я передаю, я передаю объект. Вот здесь есть какой-то объект, который я использую, чтобы будут определить эти данные. И теперь с помощью вот этого экшена я передаю на сервер. Передаю данные на сервер. Здесь ничего не произошло, потому что в экшене у меня нет никакой прописанной логики. Но я хотел то другое увидеть. Я хотел увидеть другое, что передается ID. Тогда нам path variable вообще не нужен. Так. Почему я о нем заговорил? Потому что я смотрел пример и там присваивалась. И там присваивалась. Окей, ладно. Теперь мы узнаем, что у нас объект заполненный и в нем есть ID. Тогда, соответственно, я могу просто вот раскомментировать эту строчку и перезапустить все приложение. еще добавим, добавим, добавим. Добавим вот эту библиотеку. Так. Можно здесь уточить, что edit. Здесь напишем show. Окей. Сейчас, по идее, все должно работать. На ура! На ура! наш крут готов. Метод пост. Мы разбирали в отдельном ролике. Смотри его. Итак, пытаемся, пытаемся заедитить. Заедите ли? Давайте к скалу. Скалу заедитим. Отлично. Все работает. Отлично. Все работает. Все работает. То есть мы рассмотрели, 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 рассмотрели. Чезари, 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 чезари. А теперь добавим еще книжку. Теперь мы можем удалить, например, скалу про. Здесь show. все стандартный стандартный интерфейс у нас готов следующий раз следующий раз давайте давайте надо подумать о некорректности что-то что-то сделать с некорректным вводом то есть у нас здесь ссылки то есть можно ведь и вот здесь вот ввести надо что-то сделать с некорректным вводом окей но на сегодня все see you next time